И в завершении выпуска новости спорта. Допуск к соревнованиям высокого класса получили нариенмарские фигуристы. В столицу Заполярья побывал вице-президент Московской Федерации фигурного катания Олег Овсянников. Он провел для заполярных спортсменов специальные тесты и теперь они смогут участвовать во всероссийских состязаниях, получать спортивные разряды и совершенствоваться в своем виде спорта. Ольга Русул продолжит. Юная фигуристка Катя Болотова на льду уже 4 года за это время. Она успела принять участие в нескольких соревнованиях. Девочка мечтает стать профессиональной спортсменкой. Два раза у меня была программа, а третий раз самый первый. Это было в Архангельске. Я просто выполняла элементы. Скажи, ты будешь фигуристкой стать? Фигуристкой, да. А потом тренером по фигурному катанию. Даша Владимирова в этом спорте тоже с юных лет в планах девушки совершенствовать мастерство и дальше. Да, дальше заниматься. Ну, я не знаю, поехать на соревнования, сдать второй разряд. Получить заветные спортивные разряды на ренмарские звездочки фигурного катания могут только при условии сдачи обязательных тестов. Кроме того, они являются допуском к соревнованиям. Поэтому не меньше юных спортсменок за прохождение теста переживают их самые верные болельщики и поклонники – родители. Это очень нужно, потому что детям нужно продвигаться вперед, чтобы они двигались. Потому что если они не будут соревноваться, то не будет соревновательного духа. У них не будет цели. А цель – это соревнование, это выступить, это показать себя на льду, что они умеют, чего они достигли за это время. То есть два с половиной года они занимаются. Вначале в общей здоровительной группе, потом начальная подготовка. Им же надо, ну, чтобы эмоции были. Они должны понять, почувствовать зал, почувствовать лед, что они одни на этом льду и что они могут делать. Спортивные тесты по фигурному катанию – это комплекс определенных элементов, которые надо выполнить. Результаты заносятся в индивидуальные зачетные книжки фигуристов. Без них невозможно присвоить разряд, а значит, подниматься выше по спортивной лестнице. Пока судить сложно, с учетом, что у нас как бы спор только пять месяцев. Но, в принципе, за это время они показывают хороший результат. Вот, например, те же последние соревнования, как бы, пятое, шестое место заняли из пятнадцати. Как бы это достойно, в принципе. Будем надеяться, что вот сейчас дальше, в декабре мы планируем выезжать и уже приблизиться к заветной тройке. Участие во всероссийских соревнованиях – это еще одна ступенька для наших фигуристов. Ведь благодаря такой возможности у девочек появится возможность попасть в большой спорт. Ну, а почему нет? Вы посмотрите, практически, ну, скажем так, у нас в Москве катаются там те же Загитова, да, она из Казани. То есть, ну, которые олимпийские чемпионы. В принципе, москвичей очень мало, скажем так, кто стал олимпийскими чемпионами, коренных, я имею в виду, москвичей. В основном все приезжие. Поэтому сам Бог велел вам. Здесь звездочки-то и рождаются. В Ненецком округе пока нет своей федерации фигурного катания, поэтому приезд такого именитого московского тренера – большая удача. Вышли, так скажем, на московскую федерацию, потому что это наиболее такая, где развита индустрия вот эта, где очень все уже поставлено на поток. И где уже на данный момент нельзя участвовать в соревнованиях без вот именно вот этих технических требований. По результатам выполнения теста все спортсмены получили зачет по третьему юношескому разряду. А трое спортсменов выполнили тесты по второму юношескому разряду. Ольга Русул, Антон Водряков, Телеканал «Север».